всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами хоакин и мы ребят продолжаем проходить игру вампайр в маскарад swan song ну что ж ребят давайте продолжим исследовать место преступления погнали и так что мы можем здесь найти дочурка пока не мешайся ну давайте включим нашу способность хотя она и так уже включена но я ничего не вижу а ты холзи тоже ничего не видит возможно нам нужно выйти да нужно двигаться дальше используя наш навык привет ты во время это ведь ты разбираешься во взрывчатке нет нет я только что приехала на подмогу тела меня прислали провести предварительные вскрытия ты же знаешь что федерала отправляет всех находки собственную лабораторию нам вроде как запретили слишком глубоко зарываться в эти помои что за игру ведут федералы просто супер может я помогу тебе чем-нибудь еще от помощи я не откажусь это точно давай я кратенько расскажу тебе один же мурик помните справа похоже он умер после удара тупым предметом у нас приказ от федералов паковать тела как нашли так что не парься насчет отчета они сами все сделают понятно в комнате слева еще один труп вот его надо смотреть но сразу предупреждаю там полная жесть такое могли сотворить только психи задачи одинаково важны сейчас же начну спасибо за доверие это как раз по нашей части так да теперь осмотрим все черт ричард это ричард это ее психолог он мертв а что за символ мы видим какой-то символ символ организации которая ведет охоту на вампиров он жив не спеши они все-таки тебя поймали они здесь они нашли нас я понять ничего не успел как получил кол сердца никогда прежде такого не видел эти смертные нас не боятся тише как как вы здесь оказались вы должны быть в институте успокойся что здесь произошло сюда заявили смертные 2 инквизиция уверен с чего ты взял да имя руководит служитель церкви монсеньор стэнфорд они искосили нас как стебли травы подчистую значит они нас нашли надо предупредить остальных подожди здесь могут быть другие сородичи мы не можем их бросить это безумная и безответственная затея принц просил у меня найти майли мне понадобится твоя помощь майли вот она что принц отпустила вас вопреки моим указаниям и отправила сюда а вы рады и служить она вас использует я не собираюсь этому потыкать это она прислала вас сюда вот ее помощи и просите так нет все равно не хватит психологии задавить его и красноречия тоже не хватает давайте послушаем холзе я не хочу возвращаться в институт не хочу спать пожалуйста больше не оставляй меня одно мы никак не выиграем даже если используем все свои навыки это бесполезно даже ребят успеха 0 узнаем по порядку как насчет тебя что ты здесь делал прошу прощения не совсем понимаю я должен был преподнести сосуды посланнику харфорда по договору заключенному принцем значит ты тоже иногда подчиняешься принцу дело не в приказе я представил свой результат моих многолетних исследований вами надо маме надо это понять очевидно что хайзил вами манипулирует она заботится обо мне не вижу в этом ничего плохого но что и нужно вы или ваше видение мудрость и что с того принцы из незапамятных времен стремятся хотя бы мельком взглянуть будущее успех отлично это просто глупо хайзл не первая кто проявляет интерес к нашим способностям принцы издавна пытается заглянуть завтрашний день чтобы лучше править доменами возьмите того же квантина кинга да знаю я убежден что она настроена на препятствовать нашему что именно она рассказывала вам обо мне так никак психология у нас плохо развита так с холзи нужно говорить наверно тоже последний шанс ну давайте холзи быстренько скажет мам мам ты не расскажешь ему про меня да он не хочет чтобы мы были вместе давайте то второй выберем она считает что холзи должна оставаться под моей опекой это лишь подтверждением и моих слов а что именно мне решать что для нее лучше только не говорите что она рядом с вами конечно она со мной я же не могла просто и оставить блин не получилось нас часто часто не легче вам так трудно последовать моему совету у меня остались незаконченные дела вы должны идти майкла помню хотите чтобы вас постигла тоже учесть чтобы вас изрубили на балконе ты зря переживаешь тогда желаю удачи а мне пора надо поговорить с сиверсом но мы его не убедили подожди мне нужно еще кое-что тебе сказать они знают адрес алло алого салона на селлерс значит будет второе нападение не получилось его убедить помочь нам ну ладно будем справляться без тебя конечно найдем сигара почти не тронутая здесь ее затушили давайте смотреть туда пока мы не пойдем там была еще одна комната вот в такие гробики их упаковывали вампиров укрепленный контейнер запирается снаружи обычно смертные используют что-нибудь попроще 2 инквизиция кстати нужно почитать что это вот ребят упоминая вторую инквизицию сородичи говорят не столько о конкретной организации сколько о возросшем за последнее время количестве агентств снабженных всем необходимым для охоты на вампиров самым характерным проявлением 2 инквизиции который чаще всего и подразумевается под этим термином является заговор спецслужб мира и ватикана который в тайне истребляет живых мертвецов понятно ого ну и перестрелочка тут было а в этом бокале была кровь никогда не понимала зачем так растрачивать сосуды еще одна фотография кол не сомневаюсь что для нас так но вот эти вещички не у нас уменьшают жажду крови насколько я помню а нет восстанавливаю 2 очка воли но показ воли то у нас все в порядке вроде нет я использовал все равно так ладно здесь ребят больше делать нечего давайте идем другую комнату подмога наконец-то спасибо что пришли всегда пожалуйста нож как ты мы его отстраним ого вот это точно попахивает инквизиции ему отрубили пальцы я едва улавливаю пульс этого смертного приведет чувство только сильный сим стимулятор его посчитали за мертвым он едва дышит стимулятор где мне найти стимулятор подскажите где-то у медиков должно быть это заряд для шприца пистолета мощный коагулянт я слышал что если вколоть его кому-то из нас он может прерывать регенерацию или даже помешать нам использовать силы ну и дрянь это код тела которое они забрали а если в колоде вот это скажем шприц того смертного что-то изменится тебя как-то устранить можно нет узнал что нибудь я только начал хотя вообще-то уже час прошел улик здесь просто немерено ну мы можем убедить его давайте по порядку как думаешь что здесь произошло мы не видим всю картину но в этой комнате однозначно есть следы ожесточенной борьбы и здесь точно кого-то пытали пытали судя по состоянию тела над кроватью здесь провели не слишком удачный сеанс бдс понятно ладно я пока смотрю комнату проанализируй траекторию брызг крови нам нужен достаточно данных для подсчета скорости капель я пока продолжу собирать образцы крови и прочей дряни хорошо так а давайте сейчас мы еще поговорим блин а можно было мудрость до сразу включить вот почему сразу не знает да что можно было врубить мудрость и тогда бы его можно было отсюда проводить черт да плохо конечно что мы не использовали мудрость я думал по порядку все ответы скажем так из него вытрясти а потом уже использовать мудрость но получилось все не так как я хотел так я планировал и это печально и и и оторвали думаю это сделал я вести адреналин у нас нет адреналина пока к сожалению где можно идти адреналин вот чем вопрос явно не здесь наверное должно быть это заряд для шприца пистолета но это мы изучали уже ладно тогда ребят отсюда мы уходим наверно а здесь мы ничего больше изучить не сможем но смертного как-то бы привести в чувство но летом нам нужен адреналин адреналин здесь нету поблизости но можно пройти еще дальше вот там вот посмотреть сигаретка нам не поможет дочурка все играет у нее с патронами эти золотые трубочки такие красивые правда да очень красивые так значит осталось с учетом уровня угрозы безопасности до агент олстон вы знаете сколько время но осталось не могу сказать понятно что с пропавшим дельтой ничего мы продолжаем его искать так ну нам нужно сейчас будет поменять по-любому облик хорошо понятно а чем я теперь не спец агент мне только нужно где-то тихонечко поменять свою внешность найти безопасное место хотя я знаю где она так вот так комнатка вроде было да но вот и все мы спец агент федерал так нам куда а вот сюда блин я запутался сейчас секунду вот нам нужно было сюда идти ну что теперь я федерал вы можете меня пропустить спокойно без всяких проблем проходите еще бы вы меня не пропустили поговорим с федералами ну и как криминалисты уже закончили со спальнями вроде бы да они вроде бы неужели никто не может вести меня в курсе дела битый час об этом прошу мансиор требует отчета он хочет знать надолго ли затянется дело не стоит заставлять его ждать но местные полицейские просто передаем что ты от агента осна посмотрим как они запляшут мы вывезли еще и не все тела и собрали не все образцы не переживай я все сделаю смотрите он в этом в одежде падра нам надо вывести 3 этих контейнера куда вы их возите на лонг айланд приказ мансиора стэнфорда так вот где вы прячетесь чему такие хлопоты он хочет как следует обработать этих особей здесь ему не хватит на это времени в общем как спустишь один из них дай мне знать хорошо я сделал пометку досье я да конечно где говоришь досье да мансиор схватил с собой их досье чтобы мы могли отметить пойманных вот оно что понятно у них есть на нас досье это настоящая катастрофа это хреново это очень хреново они знают про вампиров очень хорошо так нам нужно найти майли для принца досье было бы неплохо еще ясновидение 2 левла а у нас разве не 2 пощады не будет они сожгли сородичей и не пощадили даже энергетиков блин а у нас же вроде 2 левла навык почему не используется крови недостаточно до окей извини мне надо работать как скажешь ты досье не видела ого глаза меня не обманывают они собирают нас гниющая плоть это сородич не так давно принял становление пепел они убивали не только неонантов интересно кто это был но их тоже полегло очень много вот там какая-то записка нет а мне показалось здесь можно окунуться должно быть это для людо наверное разумно вот досье скорее всего не трогай бумаги черт на досье есть имена надо его как-нибудь отвлечь чтобы посмотреть бумаги эти бумаги стэнфорда положи их назад он войска с документами даже во время операции до его послушники регистрируют пойманных и уничтоженных есть у них есть сведения нас надо выяснить что они знают его пастунчик сейчас занят агент олсен и правда завален делами но этим займется лично настоять мне как раз надо с ним поговорить заодно отнесу ему документы не утруждайся он заберет их перед тем как идти к стэнфорду убеждения кровь не будем пока расходовать просто убеждения потратим наверно 93 процента а это стопроцентно надо убеждение должно сработать успех осна хочет знать сколько еще времени потребуется на завершение дел он не отказался бы от помощи я все понимаю но у меня же уже есть задание ничего не поделаешь я поговорю с их криминалистами ты бы не мог взять на себя полицейских конечно надеюсь они не станут упираться у них нет причин это делать ладно обещаю что скажу и поговорю с ними как только закончу с этими делами это отлично мы все-таки убедили его прочитать и взять мы должны забрать все улики удален подозрительный предмет вот мы забрали мы все правильно сделали мы забрали подозрительный документ но я его не прочитал а может прочитать мы можем его нет если посмотрим наше меню что за секретный список такой цель 54 захвачена тип pt 5 имя виктор чен пол мужской особенности значительная физическая сила агрессивность серьезные повреждения кожи уровень опасности 7 протокол захвата биологический риск неизвестен протокол защиты от заражения цель номер 7 тип pt 4 имя ричард данным пол мужской особенности не отличаются физической силой кажется безобидным терепат уровень опасности пока не определен 6-8 протокол захвата представляет значительный интерес для изучения желательно захватить без повреждения цель 67 тип pt 6 имя имани а тифа пол мужской особенности физической силы неизвестно способность мимикрировать под человека уровень опасности 4-5 протокол захвата немедленно обезвижить личные вещи изолировать цель 49 тип pt 1 имя майли селлерс пол мужской особенности способны проявлять активное физическое сопротивление уровень опасности 4-5 протокол захвата немедленно обезвижить личные вещи изолировать цель 22 так тип pt 6 имя яра дрори пол мужской особенности значительная физическая сила агрессивность серьезные повреждения кожи уровень опасности 8 протокол захвата биологический риск неизвестен протокол защиты от заражения ну вот смотрите яру они решили уже вывести поэтому тяжело будет наверное спасти и органы они что разрезают нас на кусочки все возможно так нам нужно еще найти было с тобой адреналин адреналин где мы с тобой его найдем пока не знаю нужно смотреть что это кожаная куртка и там что-то лежит приглашение кому виктор чен но ничего больше нету где можно найти все-таки адреналин я не знаю эй помоги-ка мне надо перенести несколько особей это контейнеры о которых говорил ричард что-то они собирают нас быть такого не может быть доставить гроб майлик принца подождите вот там что-то еще интересно я что-то чувствую вон с того направления мама это опасно я чувствую я тоже чувствую что что-то нехорошо что-то нехорошее творится стой сюда нельзя мансирио приказал его не тревожить значит стэнфорд там мне просто хотелось ты же знаешь это слишком опасно если надо что-то ему передать попроси волос на его послушника как знаешь но я тебя предупредил звучит не слишком обнадеживающе блин мне конечно посмотреть охота я не знаю как правильно сделать нам что нужно доставить гроб майлик принцу мы так еще и не нашли адреналин вот черт а это что у нас выслить кстати давайте посмотрим в ту комнату мы всегда успеем зайти я так думаю так а что то у нас сигарета была да ничего такого ценного интересного так в этой комнатке мы были были дай пройти дай пройти вот гад там что то я учуял так здесь должно быть тело на полу код вот и это все код контейнера который здесь лежал но говорить нам с ним уже не о чем вроде бы Код я не знаю Вести код Покров тени, взломать Электроника, кстати Взломать мы можем же Посмотрим, что внутри Возьмем, конечно Что-то ценное Такое лучше здесь не оставлять Иначе нас легко смогут выследить Отлично, отлично Давайте почитаем, что мы За папочку с вами взяли Папка об алых салонах Так, эту-то мы прочитать можем А эту папочку никак Ну ясно Здесь просто адреса, наверное, где находятся Притоны вампиров, скажем так Что еще можно сделать Ладно, папку мы забрали Как-то бы еще со смертным там разобраться Только как это сделать Ну это мы все видели Так, ладно, ребят Давайте тогда двигаться дальше Походу Нужно будет зайти в ту комнатку Я не знаю, где найти адреналин Чтобы Привести в чувство Того человека Я не знаю Где мы найдем адреналин? С кем еще можно поговорить? Да я не сомневался, что занята Никак так Ну по всей видимости Нам нужно, ребят, да Ити туда А к Стэнфорду Так, место захвата Гостиная Время захвата Ну ничего такого ценного В котором из них был Майо? Никто не знает Кстати, вот аптечка Здесь может быть адреналин есть у нас? Адреналин Стимулятор для смертных Вот, как раз мы сейчас его и Вколем Взять А почему я взять не могу? Так Взломать Все-таки, ребят, взлом Полезная вещь Очень нам пригодился он Считайте, мы сейф взломали Чемоданчик, сейф Взяли улики И шприц Это очень полезно, ребят Сейчас мы действия сделаем Для защиты комарили Чтобы нас не рассекретили Во-первых, приведем в чувство Того бедолагу И сокроем некоторые документы О нашем существовании Так, деда, ты еще жив? Ну, глупый вопрос, конечно Так Везде адреналин Спокойно Я не чувствую ног Не могу двигаться Так, давайте Про Майли Ты знаешь, где Майли? Нет, не знаю Я видел только Химико и Яру Так, что произошло? Что здесь произошло? Бандиты Вооруженные Нет, не бандиты Мне кажется Это были военные Они Они сразу стрелять Мы даже Опомниться не успели Кто это был? А, как же больно Ты видел Яру? Она Она отбивалась Она В этом вся Яра Но они Ее не убили А Они ее забрали Я не знаю Никакого Никого по имени Химика Кто это? Это госпожа Ким Баку Нападение Произошло Прямо Во время Бандажа Вот так Не повезло Помоги мне Я Я уже Не могу тебе Помочь Ненавижу Быть Правой Но по крайней мере Мы узнали Хоть какую-то информацию Теперь он мертв Это по-любому Так, ну что это Прояснило нам Как ситуацию Доставить гроб Майлик Принцу Но по всей видимости Нам нужно идти В ту комнатушку Больше вариантов У меня никаких нет Кстати у нас нет Очков навыков Больше Силы воли С помощью которой Могли бы Как-то Уговаривать людей Использует Свои навыки Поэтому Будем полагаться Только на себя Ну что Давайте зайдем В комнату Холзи Холзи Мамочка знает Что делает Иди Подожди Меня в возе лифта Я скоро приду Субтитры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА какой-то ритуал проводит а ты не торопился сын мой о любопытно вот уж не думал что кому-то из вас хватило наглости подобраться настолько близко я тебя вижу но я да теперь мы и в бостоне таким как ты недолго осталось как думаешь мы вас отыскали как он смог это сделать черт охренеть как он ее обнаружил клянусь святым леопольдом мы найдем вас всех до последнего как он ее смог увидеть офигеть так давайте посмотрим чего мы добились и чего мы не добились черты клеймо веры минус 10 от вероятности успеха в случае ничьи при использовании доминирования но вот ребят получили антибах успех вы встретили великого инквизитора стэнфорда вы защитили важные документы вы разрушили иллюзию вы сумели взять показанию сосуда вы услышали последние слова наташи одной из стенок доктора ричарда даннома удалено подозрительных предметов два из возможных три бонус резонанс доминирования альтернатива вы могли узнать больше во время беседы со стэнфордом а как я не знаю мы могли больше узнать теперь неудачи истинная вера обожгла вас вы забыли о холзе доктор ричард дэна подозревают что вы действуете по указке принца пропущено подозрительных документов один пропустили мы ну как то так ребят теперь переходим играть за следующего персонажа ну давайте начнем с м м луис давайте посмотрим что мы можем изучить но кстати безопасность очень здоровски нам помогла в прошлой серии электроника поэтому я не знаю что мы сейчас с вами будем изучать но это точно не будем можно конечно маленькой мудрости изучить безопасность электронику тоже изучим так по маленьку это помогает ребята очень сильно помогает мы это ощутили сами уже с вами на дисциплины так а почему она у нас совсем по-другому выглядит точнее не другая прическа офигеть так ладно но здесь на рыбаком больше ничего изучать не будем у нас не хватит скажем так очков на это чтобы изучить но можно изучить еще электронику я не знаю убеждения в принципе психология но так вот еще и звучим красноречие мы не будем изучать проницательность наверное все ребят пока хватит этих навыков воссоединение да днп с тобой разберется вы заплатить за то что сделали кто моя голова нет подождите что происходит что со мной сделали ты это и не вспомнишь нет не уходите я ребят нифига не понимаю что происходит но это и мы только где мы черт какого хрена происходит я тем более не знаю что происходит тюрьма может вы мне объясните что происходит что я здесь делаю надо выбираться отсюда стремительность так а блин ребят я сам не понимаю что происходит блин ребят я сам не понимаю что происходит увеличивает голод но мы и так голодные давайте попробуем давайте попробуем так ность осмотреться еще черт звуки отвращения мерзость но что делать нужно скушать крыску только так теперь мы можем попасть туда ну и что теперь не знаю что теперь мы как раз в библиотеке которые должны были с вами оказаться нас послала ласуда принцесса принц только все вышло как то не так как мы планировали это по-любому гадство что это было какого дьявола что это за место это библиотека джефферс дверь открыта эта дверь закрыта сюда мы тоже попасть не можем это тоже дверь закрыта выходит только нам нужно идти в ту дверь по-любому все эти двери закрыты но это точно мы дверь не откроем ну вот еще одна дверь нет это та самая в которую нам нужно было идти библиотека я бывал здесь так либо они все умерли либо забыли отправить кого-нибудь встречать гостей не понимаю это что воспоминания наверх мы тоже можем подняться поэтому надо посмотреть что то что я здесь делаю блин хороший вопрос да когда-то возможно это была библиотека но сейчас я не знаю что это что я искала что я искала тут ничего нету надо подниматься на второй этаж по всей видимости вот я что я это что я это придется перепрыгнуть закрыто превосходно только такие методы мы смогли попасть и в эту локацию жутковатое место честно сказать хайзел она хотела чтобы я поговорил с чернокнижниками осборн должен быть где-то здесь надо его найти кто-то глушил нас на меня напали чернокнижники это они меня заперли здесь но зачем давайте почитаем о чернокнижниках узурпаторы чернокнижники восьмом веке тренер был могущественным магом и возглавлял орден загадочных колдунов из румынии чья жажда власти и знаний внушала страх при помощи особых магических ритуалов он столетиями продлевал себе жизнь но в конце концов когда силы стали покидать его старость взяла над ним верх не желая принять собственную смертность тренер обратил взор на древний секрет бессмертия он провел множество чудовищных колдовских ритуалов чем навлек проклятие и на себя и на своих последователей тысячи смертных были убиты сотни сородичей пали жертвами ужасных экспериментов их скрывали и резали из них вытягивали кровь которые питали ритуальные круги пока тренер со своими подручными и не поверил что создал эликсир жизни но каково же было их удивление когда вместе с бессмертием они обрели и проклятие каина скованные ужасом они умерли и воскресли обретя вечную жизнь после смерти и неутолимый голод и утратив колдовские способности их нынешней магии выглядит как пародия на прежнее искусство теперь тренерам доступна лишь тавматургия для которой необходима свежая кровь после того как вторая инквизиция в 2008 году сожгла венскую часовню тренер и превратились из серых кардиналов персон нон гранта во многих доменах высокомерие тех кто возглавлял пирамиду иерархию клану не слишком помогала узурпатором заводить друзей сородичей но и отказываться от поддержки могущественных колдунов никто не собирается особенно в наши дни когда кровь жилок сородичей портится и меняется теперь когда пирамида больше не указ загадочным чернокнижником они уже не боятся конкурировать с другими сородичами и даже друг с другом они готовы на все чтобы вернуть себе хотя бы часть прежней власти погоня за старинными артефактами и гримуарами предков которые влечены все члены клана вызывает у сторонних наблюдателей не меньше омерзения чем их интриги а союзка марили треймеры активно используют своих подковерных играх все чаще и звучат разговоры о наемных магах чернокнижники которые раньше были связаны вассальными узами со своими повелителями наконец обрели свободу и могут служить кому угодно если удастся договориться о цене сейчас треймеры служат другим кланам делясь с ними оккультными знаниями помогают комарили на своей тавматургии или ищут власти и хотя они все чаще обретают пракси среди насферату принцев по-прежнему больше все дело в том что большинство чернокнижников готовы стать принцами лишь в том случае если это позволит им приумножить знания для клана треймер истинная сила это знание того как изменять мир доступ к правильной крови и владение редчайшими древними артефактами треймеры объединяются с ищущими их дружбы растерянными катереями охотятся на охраняемые реликвии и артефакты тщательно изучают фрагменты преданий касающиеся мифологии каенитов и хотя они ревностно оберегают свои секреты друг от друга всех их объединяет жажда знаний сородичу желавшему узнать что-либо из своей истории стоит обратиться к треймерам при условии что он не против поделиться с ними собственными секретами вот такие треймеры мне срочно нужно отсюда выбраться хорошо хорошо и что ты предлагаешь как это сделать найти выход из тюрьмы нам суда осбору придется объясниться если он захочет объясняться так м м луис но это мы читали все с вами это мы читали с вами уже так куда там кто-то стоит и кому-то очень хорошо крови не хватает чтобы туда долететь использовать нашу стремительность да то еще тюрьма но давайте посмотрим что тут есть у нас крыски привет я не хотел этого делать но у меня нет выбора теперь мы можем переместиться дальше но по всей видимости так мы утолили жажду крови свою и теперь спокойно можем использовать стремительность что это найден расходовый предмет отмычка это хорошо мудрости у нас не хватает чтобы изучить монету я не знаю зачем она здесь но у нас есть отмычка теперь мы можем открыть камеру наверно так здесь у нас завал да по всей видимости нам нужно будет сейчас вернуться так туда мы никак наверно вверх попасть и не можем но и наверно незачем но стоил бы взглянуть конечно нет стремление мы тут не можем использовать не как ребят так вот здесь надо посмотреть что еще есть отлично крыски утоляем жажду еще крысоедение ну куда деваться так вот туда еще можно как-то проникнуть но здесь наверно сейчас дверь мы сможем открыть да никак а отмычка не поможет если бы мы были мудры возможно мы бы изучили что здесь нужно использовать отмычку но к сожалению мудрости нам не хватает придется искать другой вариант на вариант настолько такой конечно справишься вот там кто то есть у нас подожди а что случилось почему-то обратно вот как все нужно было сделать я не хочу умирать слушай но тут придется кое-что мне сделать мне нужна твоя кровь прости бедолага ай мало мы удалили жажду крови мало но мы его зато не убили если мы сейчас второй раз выпьем кровушки то скорее всего он умрет и здесь не как так а нам если попасть и вот туда а мне туда нужно было другое направление блин вот так вот надо было сразу сделать все куда идти здесь столько всего интересного ну вот это уже походит на библиотеку на удивление нормальное место здесь почти уютно ну да я с тобой соглашусь для чего он этот отвар очки воли так утоляет голод отлично пока ставим его полезный предмет не придется хоть пить крыс кровь крыс так наше многолетнее сотрудничество с бостоном уходит своими корнями во времена когда квентин кинг терроризировал город а британцы чувствовали себя там хозяевами наши старейшины еще не поддались зову а часовня процветала под надзором джона рейса оригин до тех времен он был ярким противником британской оккупации и стоял во главе тайной леги близнецов вместе с принцем не ухайвена аптоном а роллэндсом этой подпольной организации создано с целью слежки за британскими операциями так и не удалось сорвать планы врага к великому сожалению рейса растущее влияние британских лидеров заставила а роллэндса и его единомышленников искать новую поддержку в итоге они смогли объединиться с группой сопротивления из бостона сородичами свободы по сравнению с лигой общество с с было более многочисленным но не менее уязвимым для действий квентина кинга и его последователей для дальнейшего развития сотрудничества хардфорда нью-хайвена и или бостона члены с с хейзл иверсона согласились уступить часть своего домена в нашей семье так рейс и роунс унаследовали библиотеку джефферсона рейс восстанавливал библиотеку много лет он хотел превратить ее в безопасную зону в ней досягаемости шпионов на сферату была проделана немалая работа наконец при поддержке самых могущественных колдунов часовни джонс рейс создал измерение изначально задумано как просто убежище вскоре это место стало стремительно развиваться как и паранойя нашего регента который желал скрыться чужих глаз измерение разрасталось благодаря обрядам и энергии тавматургов пока магия не исчезла как это вышло мы не знаем тавматургия загадочное искусство а методы которым прибегали для создания нашего убежища еще загадочнее аномалии начали появляться в конце третьего года от них пострадали подручные нижних кругов которые всех чаще стали видеть бесцельно бродящими по измерению у найденных нами сородичей наблюдались провалы в памяти а воспоминания возвращались к ним только около мест которые мы прозвали колодцами нам известно о существовании шести подобных мест но их может быть в разы больше со временем мы пришли к выводу что колодцы подобным магнитом и питаются психической энергии своих жертв не самое удачное выражение но принцип ясен они высасывают и жертв воспоминания чаще всего трагические или с негативной эмоциональной окраской позже фрагмент этих воспоминаний проявляя проявляются форме и введения разных для каждого носителя в зависимости от воспоминания пребывание в измерении неизбежно приводит к потере памяти это невероятное открытие поставил крест на проекте джона рейса по расширению измерения он понял что приблизился к пределам своего мастерства а дальнейшие действия небезопасны работа была приостановлена измерение обрело стабильность а наши томатурги обратились к обрядам к попытке заглушить колодцы вот так вот краткий курс из истории библиотеки ладно почему-то никого мы тут не встречаем чесовник хардфорда запись номер шесть так ну да множество сосудов они поймают все ясно это может быть что-то интересное чартер я сегодня не смогу сходить пленнику придется тебе сделать это за меня только ни слова днм там ничего сложного поднимаешься на четвертый этаж чтобы убедиться что парень все еще в отключке не забудь заодно проверить цела ли печать и самое главное ничего не трогай если не помнишь комбинацию просто посмотри на постаменты на каждом этаже устройство работает на крови окей вот и подсказка лучше не использовать слепым почитать находки так ингредиенты витек лана розы или детей троила витек лана треймер антикоагулирующие препараты фрагменты рога антилопы комментарий использовать песочные часы во время приготовления примечание при поглощении увеличивая скорость реакции субъекта 10 раз так ладно давайте думать что теперь делать вот смотрите тучики трубильники нет нет мне показалось а нет есть какие-то рубильники а почему не могу активировать его что-то я нащелкал тут не знаю к чему это приведет наверно не к чему хорошему будем смотреть так там пещера а здесь у нас был проход открыт или закрыт я не помню нужно посмотреть впечатляет не спорю туда наверно никак не сможем до пройти нет можем это больше невероятно она будто из другой эпохи но ребят никогда не видела ничего подобного но ребят я предлагаю давайте тогда эту серию мы завершим здесь на этом месте а следующие уже будем разбираться как выбраться из этой тюрьмы но с вами был хоакин подписывайтесь на мой игровой канал ставьте лайк всем пока и до новых встреч пока пока